В Мангостаусской области в ДТП погибла беременная женщина. Еще трое мужчина и девочки 6 и 10 лет находятся с различными травмами в областной больнице. Сильно пострадал старший ребенок. По словам врачей, у девочки диагностировали многоскольчатые переломы, основание черепа, ушиб головного мозга, а также травматический шок. Сейчас дети находятся в реанимации под аппаратом искусственного дыхания. Авария с участием автомашин марок Деонексия и Киа Рио произошла на трассе республиканского значения «Октау Житебай». Подробности ДТП устанавливаются. В настоящее время мужчина находится в отделении травматологии Магисталской областной больницы с диагнозом травмы живота, перелом тазобедренного сустава. Врачами оценивается состояние больного, врачами оценивается как стабильное. На данный момент врачи делают все возможное. В Алматы трое пострадавших в жутком ДТП находятся в реанимации. По словам врачей, еще троих пациентов уже удалось вывести состояние травматического шока. Их перевели в отделение травматологии. Одну пациентку экстренно прооперировали. В числе пострадавших беременная женщина. Сейчас ее здоровью и ребенка ничего не угрожает. А состояние тех, кто остается в реанимации, врачи оценивают как стабильно тяжелое. Всего в 4-ю городскую больницу после столкновения грузовика и минивэна было госпитализировано 7 человек. По характеру травм врачи понимают, насколько страшным было ДТП, произошедшее накануне. Высокоинертная травма, то есть политравма, это внезапная травма и очень большой скоростью. В нашей практике из-за одного столкновения поступить 4 человека с перломом костей таза, это уже о чем-то говорить, это всем предстоит оперативное вмешательство после стабилизации состояния. Даже у одной пациентки вчера был перлом височной кости, с лобной, с пероходом лобной кости. Вчера было в экстренном порядке, прооперировано декомпрессионные крепонации. Но сегодня динамики понаблюдаем, пока пациенты на аппарате искусственной вентиляции лоб. 22 факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения выявили полицейские за первый день ОПМ «Безопасная дорога» в Актюбинской области. Всего сражами порядка пресечено более 600 нарушений правил дорожного движения. За превышение скорости к административной ответственности привлечены 117 владельцев транспортных средств. 22 водителя не уступили дорогу пешеходам, шестеро выехали на полосу встречного движения, пользовались телефоном за рулем 48 человек. Вместе с тем, за нарушение правил дорожного движения привлечены к ответственности 82 пешехода. В Павлодаре продавец продуктового магазина присвоила 13 миллионов тенге. Недостачу обнаружил во время ревизии владелец торговой точки. С заявлением мужчина обратился в полицию. В ходе следствия выяснилось, что к пропаже денег причастна 39-летняя продавец. Она уже призналась в присвоении средств. Всего в регионе с начала года зарегистрировано 34 аналогичных преступления. В ходе проведения доследственной проверки было установлено, что 9 лет назад данный предприниматель нанял к себе продавца, которому в последнее время он сдал свой товар на 24 миллиона тенге. После проведения ревизии обнаружил недостачу в размере около 13 миллионов тенге. В настоящий момент по данному факту проводятся досудебные расследования. Редактор субтитров А.Семкин